Потеря урожая из-за неблагоприятных погодных условий, невыплата субсидий от государства, немалые налоги – всё это тревожит сегодня аграриев района Басрабяска. О наболевшем они говорили с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуардом Грама. «Можете ответить, когда будет принят фонд субсидирования? Потому что мы не знаем, что говорить людям. Какие им готовят документы по старому регламенту?» Бюджет агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве в этом году составит порядка 900 миллионов лей, из которых 500 миллионов – это долги за прошлые года. Из этих 500 миллионов мы на сегодняшний день уже выплатили 220 миллионов. Все экономические агенты, которые имели субвенции, до 450 тысяч лей получили деньги. Также были выплачены все платежи, связанные со страхованием сельхозугодий на эту же сумму. Таким образом, на 2016 год предусмотрено 400 миллионов лей. Регламент субсидирования в сельском хозяйстве в 2016 году претерпел изменения и улучшился. «В этом регламенте по возможности были повышены суммы субвенций – где-то на полмиллиона, где-то на миллион. Если говорить о технике, то мы вернулись к методике 2014 года, когда каждый год деньги выдавались по частям. Второе – были разработаны новые меры, касающиеся экологических продуктов и консультантов. Мы будем давать вам деньги для того, чтобы вы смогли оплатить услуги консультантов». Эдуард Грамма заверил сельхозпроизводителей в том, что до конца июня все задолженности по субсидиям они получат в полном размере. «На сегодняшний день у нас есть долг в размере 44 миллионов лей за 2014 год. Это компенсации за яблоки и виноград. И 218 миллионов – долг за 2015». Кроме того, чиновник рассказал сельхозпроизводителям о ситуации, которая складывается в аграрной отрасли, о приоритетах деятельности министерства в текущем году. Как отметил министр, важным достижением является то, что винодельческую продукцию удалось направить на внешние рынки. «Где-то на 4% выросло число продаж по сравнению с 2014 годом. Надеюсь, что в этом будет больше. Есть компании, которые увеличили экспорт своей продукции, в том числе и в Российскую Федерацию. Надеюсь, что за несколько лет мы стабилизируем позиции в винодельческом секторе». В ходе беседы обсуждались и такие вопросы, как идентификация и регистрация животных, отсутствие ветеринарных врачей, необходимость защиты плантаций от заморозков или града и внедрение единого налога в сельском хозяйстве. «Мы хотели администрации района, чтобы министерство услышало аграриев нашего района, наверное, не только нашего района, а всей республики, для того, чтобы они почувствовали, что о них забоятся, что решаются их проблемы. Это самое главное, что нас волнует в первую очередь». На сегодняшний день в районе Басарабянска действует порядка трех тысяч сельхозпредприятий. Каждая из них вносит свой вклад в развитие аграрного сектора.